Аринушка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллеевых. На спектакле колумбийского режиссера Алехандра Гонсалеса Пуча «Чернобыльский идиот» точно не соскучишься. Знакомый персонаж обладает тем же набором, составляющих усвоенных нами с моментами приближения к Достоевскому. Здесь и князь Мышкин с характерными припадками, светская львица Настасья Филипповна, весьма агрессивный Рогожин, представители общества и прочие фрики. Пуча, обучаясь в России, до сих пор хранит в сердце и фон Чернобыльского взрыва. Сделав его театральным фоном, гость Казани поместил туда разнокалиберных студентов. Это было 1986 года. Я жил, учился русский язык в Минске. И все это произошло, я ничего не знал об этом. И меня спасала моя мама, которая как-то от Колумбии меня позвонила. Рано утром я готовился на демонстрацию 1 мая. И, конечно, узнала об этом, поэтому не пошел там на демонстрацию, на солнце, все угодно. И потом вышла эта книга из Ветерана Алексеевича, и я как-то опять вспоминал все эти моменты. Это студенческая работа, всероссийская премьера, которая состоялась в Казани в рамках НАУРУ. За 1 июня идиота покажут в Москве в ГИТИСе. А пока анатомирование темы мировых потрясений на конкретных материалах. Первыми зрителями стали театральные критики, менеджеры, актеры, режиссеры, литераторы и журналисты. Достоевский, в общем, в столице, в театре, уже показывали одну пьесу Достоевского, как раз таки идет. Они вторые, которые в университете, их университет на юге, город Кали. Показывается, эта пьеса, на самом деле, не очень популярна в Колумбии Достоевский, но так как их преподаватели, вот, Алекандро Гонсалес и Ма учились в России, и поэтому они встают в этот спектакль. Исполнительница роли Настази Филипповны впервые со сцены произносит тексты. По жизни является исполнительницей современных танцев «Контемпорари». В университете у нее два семестра был курс актерства, поэтому это ей очень помогло, и плюс ей преподаватели очень сильно помогли подготовиться. И благодаря этому вот она смогла исполнить эту роль. Это не первый визит Пуччи в Казань. Старожила помнит спектакль по пьесе Кальдерона «Жизнь есть сон», а супруга режиссера Ма Джэнь Хонь ставила в Камаловском «Принцессу Турандот». Кажется, что он такой академический театр, но внутри есть очень много движений к авангарде, к традиции, и это здорово. Показан Ауруза продолжится спектакль молодого режиссера Казанца Айдара Забарова, но сам режиссер, ученик Сергей Женовача и привозивший на прошлое Науру свой спектакль «Собачье сердце» в нашем городе не появится. Театр Алла знает, что в Москве он нарасхват. Только что закончил постановку в Ленкоме, а в театре Камала его ждут с новым проектом. Дмитрий Пиаваров, Андрей Ключников, Телеканал Эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова